Всем привет! Сегодня мы будем превращать в автоматическую стандартную инсталляцию ГРОИ серии Skateire, по-моему она называется. Это кнопочки, в которых внутри стоит груша, которая активирует смывной механизм с помощью воздуха. Значит у нас будет выведен, то он уже продается фактически, да, комплект для модернизации инсталляции ГРОИ. Еще раз хочу сказать, что кнопки могут быть абсолютно разные. Они могут быть вертикальные, горизонтальные, я не знаю, там треугольником, не знаю, может быть есть такое, может быть нет, неважно. Но принцип активации механизма смыва у инсталляции ГРОИ в последнее время у всех одинаковый. Это воздушное давление, да, то есть как бы активация механизма смыва с помощью воздуха. Итак, наш комплект для модернизации, как всегда, состоит приблизительно из одинаковых объектов, одинаковых модулей. Значит, здесь планка с датчиками. В этой планке один разъем microUSB. Для чего он нужен? Он нужен для зарядки, либо для постоянного питания, либо для подключения внешних датчиков, таких как датчик для кошек, так называемый поп-датчик. Это датчик, который подсоединяется к ободку сидения, и человек, когда садится на него, а потом встает, активируется механизм смыва. Итак, это планка с датчиками. Значит, у нас дальше, значит, блок питания. Блок питания, он может подключаться изнутри, да, то есть располагаться, розетка может быть в нише, соответственно, блок питания подсоединяется к розетке, и вот этот разъем выходит у нас в нишу инсталляции. Значит, блок питания у нас самое главное, да, это в данном случае это модуль, который отвечает за смыв. Здесь у нас, что у нас, здесь есть внешний разъем для зарядки, у нас есть штуцер белого цвета, это штуцер выдавливающий объем воздуха, и штуцер, ну там, не знаю, металлического цвета, да, он там на самом деле металлический, это штуцер, который должен подключиться непосредственно к кнопке, для того, чтобы сохранить возможность смывания с помощью кнопочки, вот этой, да. При подключении, как бы, всего устройства, всего комплекта, у нас не теряется возможность работы непосредственно кнопки, которая шла от производителя. Значит, у нас здесь разъем для подключения, беленький разъем для подключения панели с датчиками, ну и внешний разъем для питания. Дальше в комплекте у нас идет вот такая трубочка и элементы крепления. Ну и давайте, как бы, засечем время, я думаю, что в течение пяти минут, может быть меньше, даже трех, наверное, мы вот эту стандартную инсталляцию ГРОИ превратим в абсолютно автоматическую, бесконтактную. Более того, с дифференцированным смывом, то есть мы сохраним возможность смыва определенного объема воды, желаемого объема воды. У нас этот принцип работает для всех инсталляций, то есть объем воды сливается в прямой зависимости от количества времени, который человек находится перед унитазом. Ну, проще говоря, мало постояли, посидели, смылось небольшое количество воды. Посидели основательно, постояли основательно, тут уже кому как нравится, да, смоется большое количество воды. Итак, давайте начнем преобразование, трансформацию вот этого всего дела в автоматическую инсталляцию ГРОИ. Итак, что мы должны сделать? Мы должны в первую очередь снять кнопочку, отсоединить, вот она, трубочка, да, отсоединить трубочку, трубочку положить, это все, кнопочка нам пока не нужна, откладываем ее. Значит, дальше берем модуль, да, управляющий модуль, старую синюю трубочку подсоединяем к белому штуцеру. Далее включаем, индикатор моргнул один раз, и проверяем работоспособность модуля, что должно произойти. Просто должен быть активирован смыв. Нажимаем на кнопку и смотрим, у нас смыв. Смыв происходит, все отлично. Что мы должны дальше сделать? Вот это мы дело откладываем, можно положить. Возьмем трубочку. Эту трубочку мы подсоединим к металлическому штуцеру. Вот так. А теперь вот эту трубочку мы должны подсоединить к кнопке. Вот в штуцер, в который вставляли раньше синюю. И давайте проверим, осталась ли работоспособность кнопочки в отношении механизма смыва. Да, все отлично происходит. Все смывается, все замечательно. Итак, после того, как мы сделали эти манипуляции, мы должны подсоединить датчик, планку с датчиками. Вот так. Снять защитную красную полосочку с двухстороннего скотча. Дальше мы должны вот эту панельку подсоединить к снизу клавиши смыва. Вот так. Теперь вот это все, что получилось, мы можем занести вот сюда в нишу и забыть навсегда об этом. Теперь мы должны панель одеть. Вот так вот у нас все и получается. Стоим, уходим. Все работает. Есть один немаловажный нюанс, на который надо обратить внимание. Смыватель смоет только если перед датчиками будет посетитель не менее четырех секунд. что в гиберрите, что в грое. Это сделано для того, чтобы случайные движения, да, просто там человек подошел помыть полы или случайно мимо прошел. То есть, смыватель будет активирован только при условии, если перед ним стоит, сидит человек, не менее четырех, там, с половиной, пяти секунд. Это все. Четыре минуты, не больше. Продолжение следует...